Парад спортсменов положил начало соревнованиям среди боксеров, представляющих 12 команд городов Ленинградской области, Северной столицы и Карелии. После поднятия российского флага участников приветствовали глава Выборгского района Александр Лысов, руководитель областной и районной федерации бокса. Затем все присутствовавшие почтили память Анатолия Журавлева минутой молчания. Почетный председатель Выборгской федерации бокса ушел из жизни в этом году. Пока вот серьезное болезнь не постигло его, он был в строю, всегда был с нами, на всех турнирах, даже уже будучи не совсем здоровым, он приходил, всегда как бы жил боксом, то есть интересовался жизнью, конечно, нам его очень будет не хватать. На этом турнире часть Выборгской спортивной школы «Фаворит» защищали полсотни спортсменов разного возраста. Их наставники и болельщики переживали, как покажут себя ребята на соревнованиях, ведь сейчас в Выборгском боксе происходит смена поколений. Те люди, которые последние годы, допустим, прославляли Выборгский бокс на аренах России, они немножечко отошли, потому что тоже Сергей Дурсенев, наверное, сейчас будет отдыхать период, понять, нужно ли ему дальше боксировать или нет. Он достаточно много сделал для Выборгского бокса, сейчас уже взрослый бокс начался, то бишь, и надо принимать решения. А молодежь хорошая подрастает. А пока тренеры надеются, что опытные боксеры не повесят перчатки на гвоздь и продолжают обкатывать начинающих спортсменов на подобных турнирах. Кроме того, федерации гордятся так называемыми «крепкими середнячками», которые показывают достойные результаты на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, в их числе 14-летний Максим Покулин. Тут заканяется характер. Я был на первенстве России в городе Севастополь, занял пятое место, перед этим ездил в Великий Новгород, это было СЗФО России, где занял первое место. Выборгские боксеры, ну, всегда котировались и в Ленинградской области, и в свои времена и на России их знали, и на Северо-Западе тоже, город Выборг. Держи сейчас знамя, будем так говорить, об основном боксе, потому что, во-первых, здесь очень квалифицированный штат тренерских кадров, это главное. И плюс у вас, естественно, здесь много населения, которые хотят заниматься этим видом спорта. В течение трех соревновательных дней было проведено 77 боев. В первой на ринге встретились самые юные боксеры. Для кого-то этот турнир стал дебютным, и потому здесь гораздо острее чувствовались как вкус победы, так и горечь поражений. По словам тренеров, это играет важную роль в становлении настоящего боксера. Здесь слабину дал немножко, и все, ты уже проиграл. И закаляет силу воли, конечно. Это надо, я для новичков всегда говорю, ваша главная задача – это выйти на ринг. Если вы вышли, значит, вы уже себя преодолели. Боксер, прежде всего, борется, как и любой человек, сам с собой. Самая большая проблема – это побороться в себе, грубо говоря, можно сказать, трусость, можно сказать, лень, можно сказать, но побороть себя. По итогам турнира в общекомандном зачете боксеры Выборгского района заняли первое место. Впрочем, это не повод почивать на лаврах, ведь спортивный сезон только начался. Кроме того, ребята с нетерпением ожидают приезда в Выборг прославленного борца Федора Емельяненко. Как известно, минувшим летом он уже побывал в нашем городе, пообещав при первой возможности вернуться сюда вновь и провести мастер-классы для местных спортсменов. Руководство районной федерации бокса отметило, что с возобновлением спортивной карьеры выкроить время для повторного визита Федору Емельяненко стало сложнее. Тем не менее, с Выборгцами у него установились дружеские отношения, что дает шанс рассчитывать на новую встречу. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город».